Всем привет! Я в своей презентации хочу рассказать с моей точки зрения немножко недооцененный API Salesforce, это стриминг API. То есть, если, скажем, про Tulin API или Metadata API слышали все, ну и REST API, конечно, большинство из нас использует это в реальных проектах, то стриминг API это не такая популярная технология, и зачастую многие, наверное, слышали просто, что она есть, для чего она может использоваться, use case ее использования, ну и как именно, собственно, ее использовать. Я надеюсь, что не все об этом знают, чтобы моя презентация была кому-то полезна. Я расскажу немножко по use case, что такое стриминг API и какие типы стриминга бывают. Немножко подробнее я остановлюсь на Platform Events, он довольно прост в реализации, то есть его использование в том же Lightning, скажем. Поэтому более подробно я остановлюсь на нем. Ну, стриминг API это вообще технология, которая нам позволяет паблишить какие-то ивенты, с одной стороны, а со второй стороны отлавливать эти ивенты через общую там шину, через EventBus. Типы стриминг API в Salesforce это четыре типа. Push topic events, это generic events, это platform events и change data capture events. Чуть позже остановлюсь по каждому из этих типов. Общая же use case использования это, запуская наше приложение, можем получить информацию о том, что где-то изменились, скажем, какие-то данные в том же Salesforce или в стороннем сервисе. Либо какое-то стороннее приложение или сторонний сервис отправил push notification, и наше приложение, которое подписано на эти ивенты, оно получит этот ивент и сможет как-то отреагировать. То есть мы сможем определить какую-то логику реакции на наш ивент. Эта технология как бы делает наше приложение динамическим, потому что мы можем, например, не запускать обращение к нашему AppEx-контроллеру каждые 10 секунд и проверять, обновились ли наши данные. Мы можем подписаться и в режиме близком к реальному времени получить информацию, что вот, да, ивент пришел, данные обновились, давайте там что-нибудь покажем здесь. Ну и сфера применения, это может быть, например, приложение а-ля call center, то есть юзер сидит, ну какой-то работник суппорта, пользуется нашим приложением, и как только ему приходит кейс, у него сразу обновляется скрин, у него появляется информация по этому кейсу, например, кейс сразу открывается, либо просто там рефрешится лист, либо какая-то пуш-носификация, что пришел кейс, ну у тебя есть работа. Способ применения Streaming API это в интеграциях, ну то есть, скажем, у нас есть какой-то сервис, в котором у нас синхронизированы данные с Salesforce, и при изменении этих данных на стороннем сервисе тоже эти данные должны меняться, ну либо обратный кейс. Если у нас есть система, в которой есть какие-то данные, и при изменении этих данных данные должны меняться уже в Salesforce, то есть вот оба эти кейса, Streaming API, успешно покрывает. Еще это могут быть приложения а-ля чаттера, да, то есть когда, ну что-нибудь кастомное, например, если надо написать на чем-то, или даже на самом Salesforce, то есть использовали классический чаттер, в Salesforce пишут сообщения, параллельно там создается, например, какой-то триггер, который отправляет наш ивент в стороннюю систему, в стороннюю систему, собственно, отлавляет этот ивент, и опять же в режиме реального времени она реагирует на это, то есть она как-то рефрешит скрин или обновляет данные в системе. Также еще при написании каких-то приложений на Heroku можно, опять же, либо в направлении Salesforce, либо в обратном направлении при помощи Streaming API работать с данными, работать с обновлением приложений. Также хочу обозначить еще один use case, это IoT, сейчас очень популярная тема, можно перевести пример, опять, у нас какое-то есть приложение на Salesforce, которое в режиме реального времени там отображает информацию о том, что, ну, например, на кухне стоит чайник, да, и что чайник закипел, то есть у нас есть для этого датчик, который там отслеживает температуру, это приложение висит у пользователей, то есть у нас есть приложение, которое постоянно запущено, чайник закипает, датчик отправляет данные о том, что он закипел в Salesforce, наше приложение является сабскрайбером на ивент закипания, и как только вот этот push notification проходит, он доходит до Salesforce, мы каким-то образом реагируем на это и обновляем наши данные. Собственно, мы можем использовать и пулин вместо стриминга, но у этого есть ряд минусов. Во-первых, стриминг при подписывании на события, он реагирует практически в режиме реального времени, и он не тратит каллауты, что является несомненным плюсом, потому что все знают, наверное, про лимиты Salesforce и про то, что мы вынуждены их обходить всячески, ну и мы должны использовать технологии, которые минимально тратят наши лимиты. Пуллинг API. Скажем, нам нужно проверять на стороннем сервисе, обновились ли количество записей аккаунтов в сторонней системе. Для этого мы можем через REST запрос каждые 10 секунд обращаться к стороннему сервису и проверять. Если обновились, делались какие-то действия. Но минус, как я уже сказал, это каллауты. Эта система будет делать запрос, несмотря на то, появились эти изменения или не появились, но что также является минусом. В случае с использованием стриминга API в этом кейсе у нас отпадает необходимость делать, во-первых, каллауты. Главный смысл, что это режим реального времени, и приложение реагирует реально на изменение данных, а не какой-то интервал времени, после которого она делает какие-то манипуляции с данными, либо с запросами. Я перейду к типам стриминга API. Популярный, который был до платформы events, это push topics. Этот тип стриминга, он позволяет нам определить сокол, на который система будет каким-то образом генерить ивент. В Salesforce есть push topic объект такой. Просто инсертим запись этого ивента, определяем версию, name, описание и query, по которому у нас будут генериться push notifications. Еще определяются именно, когда нужно производить генерацию push notifications. Это insert или update или delete записи. В данном случае у нас идет именно работа с кастомным объектом AMS, email trigger. При инсорте этих записей у нас генерится push notification, которую мы можем отлавливать с приложений, которые подписаны на эти ивенты. Главное, плюс этого типа нотификации, что мы можем здесь фильтровать данные. Мы можем реагировать как-то на создание не просто какого-то аккаунта, а дописать здесь в запросе where, записать именно какие типы вот этих вот кастомных объектов именно нас интересуют. Это довольно удобно. Use case, например, какой-нибудь сервис, консоль. Юзер хочет при создании какого-то кейса, чтобы у него открывалось какое-то дополнительное окно. Это можно сделать при помощи streaming API. То есть создается какой-то тип, открывается окно, на котором отображается либо этот кейс, либо там какая-то связанная с ним информация. Следующий тип у нас — это generic events. Главная особенность этого типа стриминга заключается в том, что у нас нет какой-то сущности ивента в схеме. Если говорить о push topic, то это завязка на объектах Salesforce. Если говорить про platform event, то есть опять же platform event сущности такие, которые создаваются чем-то похожи на объекты. Если говорить о data capture, то там тоже есть какая-то привязка к объектам, к метаданным в общем. Generic events не имеют такой привязки, и они могут генериться относительно в свободной форме. То есть нам не надо для этого определять какие-то объекты, либо формат этого ивента. Мы можем запушить red event без привязки просто по формату этих generic ивентов. Ну и причем push этих ивентов осуществляется через REST API. То есть мы по REST API отправляем JSON, который пушит вот этот вот ивент, и на другой стороне приложение может словить red event. Следующий тип у нас, это самый популярный сейчас, это platform event. Ивенты, как я уже сказал, у нас в Salesforce есть возможность создавать эти платформы ивенты. Они чем-то похожи на объекты, но только там со своими ограничениями. Ну также мы не можем заселектить, скажем, эти ивенты в базе данных. Они вроде как есть, они выглядят как объекты практически, но заселектить их нельзя, то есть они не хранятся. Для селектов в общем недоступны. Плюс их является в том, что мы можем работать с ними, например, используя триггеры. Мы можем на одной стороне пушить их, и у нас в Salesforce может быть триггер, который будет отлавливать эти ивенты и каким-то образом реагировать, ну даже агрегировать данными в объектах других. Опять же, это очень применимая технология в Lightning, потому что есть специальный тег. Чтобы подписываться на эти ивенты, нам нужно использовать специальную библиотеку, которая называется CometD. Причем эта библиотека не завязана на Salesforce, а Salesforce просто ее использует. Ну либо она может быть использована на других каких-то ресурсах. Ну в приложении написано на Java, скажем, или на Node.js, или на других приложениях. То есть есть у нас subscriber, который подписывается на вот эти вот приложения. То есть там, естественно, если это сторонняя система, то нужно пройти аутентификацию, чтобы подписаться на эти ивенты. Это в Salesforce. Ну при генерации у нас, как в обычном объекте, мы можем создавать поля различные. И в эти поля при пушинге мы можем записывать какие-то данные, которые будут обработаны на другой стороне. Это очень просто в Lightning, потому что там есть отдельный тег. У нас фактически вся подписка занимает там три строчки. Ну и плюс в контроллере мы описываем, какие нам действия тоже осуществляют для подписки. Ну и последний тип – это change data capture events. Многие заметили, есть такие объекты в Salesforce, которые фактически являются клонами всех объектов с постфиксом change event. Они как-то появились после одного релиза, и не совсем было понятно, для чего они вообще нужны. Их смысл в том, что они тоже являются частью streaming API, и некоторые стандартные, вернее большинство стандартных – это там account, lead, contact. И на все кастомные объекты мы можем подписываться тоже на изменение данных. То есть прямо в сетапах мы заходим на data capture, указываем, для каких же объектов нам нужна подписка. И когда будут изменяться данные в Salesforce, у нас будет генериться вот эта вот пуш-нотификация, которая именно завязана на вот этих вот объектах с постфиксом change event. Ну и мы можем точно так же через комедии отлавлять эти изменения. Ну, собственно, технология очень похожа на push topics, но отличается тем, что здесь мы не можем фильтровать какие-то данные. То есть мы подключаем change data capture именно на все записи одного объекта, и можем этим оперировать. Но в основном use case использования – это синхронизация данных в разных системах. Мы подписываемся на пушинг этого объекта с каналом, имя объекта плюс change event, и на другой стороне можем как-то на это реагировать. Да, еще такой нянтик, что вот эти вот подписки, они не синхронные. То есть у нас нет такого, что изменились данные аккаунта, и сгенериваются пуш-нотификации, аккаунт change event, и как-то система продолжает ждать обработки триггера на этот объект. Такого нет, то есть это синхронная операция. Ну, чем-то плюс, чем-то минус. Просто такой факт. Ну, как я уже сказал, для того, чтобы сделать subscribe на нотификации каждого из этих типов, мы используем comedy-библиотеку. Ну, в Lightning все проще, там есть специальный тег для этого. Все довольно просто. Библиотека сторонняя, и в свободном доступе, поэтому ее довольно просто используют. Ну, причем как для Salesforce, так и для приложений, написанных мне на Salesforce. У streaming API есть свои лимиты, именно по platform events лимитам. Я хочу сказать, что хоть они не используют REST API, и они никак не съедают callout, у них есть свои лимиты. И, скажем, вот второй лимит, то есть максимальное количество клиентов, подписанных на какие-то изменения, то есть там 2000, да, для performance and unlimited edition. То есть, ну, это немного на самом деле. Существует 100 тысяч юзеров на RG, и если 30 тысяч юзеров открыта страница, которая использует streaming API, то у нас будут проблемы с лимитами. То есть, ну, не сможет подписаться на наш ивент сразу такое количество клиентов. Соответственно, эта технология, к сожалению, обязывает нас использовать свои там возможности на проектах, которые, ну, не столь объемные, не для такого количества юзеров. Ну, еще такой лимит тоже, что мы не можем использовать streaming API на force.com, например. То есть, если приложение паблишено на сайте у нас где-то, то тоже, к сожалению, использовать нельзя. Ну, то есть, есть нюансы, да. Но, тем не менее, технология закрывает довольно много кейсов. Вот, оно применимо, я считаю. Ну, собственно, это все, что я хотел сказать. Может, есть у кого-то вопросы? Интересный такой момент. Можем ли мы фильтровать эти notification по какому-то профилю, там, юзеру или так далее? Нет, к сожалению, нет. Такой фильтрации не предусмотрено. Ну, то есть, мы в любом случае notification получим через comedy при подписке. Но дальше мы уже можем фильтровать именно логикой нашего приложения. То есть, от лимитов нас это не спасет? Нет, к сожалению, нет. Окей. Спасибо за доклад. А вот можно ли при помощи change data capture построить интеграцию с Salesforce в какую-то внешнюю систему? То есть, я так понял, они асинхронные, а change data capture ивенты? И если их асинхронно отлавливать, и в этом триггере, который отлавливает ивенты, делать калауты? Там не обязательно делать калауты, то есть, мы можем на стороне стороннего приложения, мы можем, опять же, при помощи подписки на comedy это делать. Ну, то есть, нет смысла использовать change events, вот эти вот объекты, для отлавливания изменений и использовать потом REST API для обращения в стороннюю систему. Мы можем это сделать, скажем, на триггер, да, то есть, ну, триггер на аккаунт написать, а не использовать вот эту технологию. Ну, то есть, главный смысл в том, что на той стороне есть приложение какое-то, ну, либо какой-то сервис, который подписан при помощи comedy на наш ивент, ну, и он будет получать при изменении данных в системе. Ну, то есть, ответ да, мы можем, но без REST API, а именно напрямую через comedy. Спасибо. Спасибо большое всем.